Музыка Василий Иванович без угла и глядя на выступление барабанщиц и оркестра Академии из своего окна улыбается. Все эти песни, которые он слышит сегодня, ему хорошо известны. Он их помнит со времен Великой Отечественной войны. Прекрасно вернули мне молодость в суровые годы войны. Конечно, сейчас отраду, что вы нас не забываете. Мое поколение роковых, сороковых, сделало все, сделало победу. Мы изгнали фашистов с нашей родной земли. Мы освободили пол Европы. Мы взяли Берлин. Немцы нам на фронте орали, нам громко в рыбке. Мы не взяли Москвы, вам не видать Берлина, как своих ушей. Теперь все знают, кто взял. Музыка всегда объединяла людей и помогала пережить как самые тяжелые времена, так и самые радостные. Сейчас оркестр буквально воссоздает атмосферу 9 мая 1945 года, когда люди встретили долгожданное завершение войны. Пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Впечатления от этого потрясающие. Каждый год мы поздравляем кого-то, мы поздравляем ветеранов. Без таких людей нас бы здесь сейчас не было. Мы бы так не стояли. Это большая честь для нас. Это великий праздник. Действительно, этот праздник для нас очень важен. Для нашего поколения мы помним, чтим всех фронтовиков, ветеранов, близких и родных. В моей семье на фронт ушла моя бабушка Удалова Наталья Петровна. Она служила в 12-м зенитно-пулеметном полку. Была фронтовой медсестрой и старший сержант. Ей действительно тяжело отдалась война. Она пережила очень многое. Прошла всю войну после военных годов. Дожила до 94 лет. Ее мужество, вера в светлое будущее, желание жить, это действительно для нас и для нашего поколения, я думаю, является стимулом и символом мужества. Я хотела бы пожелать всем ветеранам глубокого счастья, здоровья, самое главное благополучия и долгих лет жизни. Ветеранов становится все меньше и меньше. У нас в первую очередь чувство безмерной благодарности и радости, то, что мы можем организовать такую акцию, сказать слова благодарности нашим ветеранам, подарить им музыку их юности. И наши творческие проекты – это самое малое, что мы можем для них сделать. Для Василия Ивановича важно сохранение памяти о войне и фронтовиках, отдавших свои жизни за победу. Он всегда это подчеркивает. Сам ветеран, уроженец Запорожья, воевал на 2-м белорусском, во 2-й минометной роте 133-го гвардейского стрелкового полка. Он прошел Польшу, Белоруссию, Восточную Пруссию. 2 мая 1945 года полк Василия Безуглова взял город Барт и освободил 9600 узников лагеря Шталаглюфт-1, где содержались военно-пленные летчики из армии союзников. Кстати, уже после войны в том самом лагере он побывал дважды. Поздравляю всех участников войны, дружников тыла, детей войны. Они все сделали для нас, для победы. И теперь мы гордимся, что вот сейчас вспоминаем погибших. Мы этот бессмертный полк, эту же гордость за нашу Родину, за правительство, за то, что помнят нас вот ветеранов, которые одержали всемирную историческую победу. Мы гордимся вами, и мы, ветераны, верим, молодежь, радуемся, что Россия в ваших руках. Полковник в отставке и сегодня, несмотря на почтенный возраст, готов делиться бесценными воспоминаниями. Его письма с фронта, правда, в семье не сохранились. Но 15 лет назад ветеран издал собственную книгу «Клоняюсь пехоте», которую сам автор назвал памятником солдату Великой Победы, отвернувшихся домой бойцов. Он всю жизнь искал однополчан и родственников погибших боевых друзей. Организовал три встречи однополчан-минометчиков, чтобы не терять связи с боевым братством. Олеся Катруфская, телекомпания «Город».